Вот, Серёжа, как я тебе говорил, действительно, именно здесь у Креатор Мол Есть, наверное, самая главная опция для всех жителей и гостей нашей столицы в том числе Это очень большая и удобная парковка Вот, сейчас, как ты видишь, и места нам хватает, и нет никаких проблем, я думаю, с доставкой и мебелью Вот, ну давай, выйдем, я тебя тогда познакомлю и покажу, что же здесь всё-таки есть, потому что ты тоже человек семейный Да, тем более, что для нас это теперь очень актуально, нам нужно приобрести и кроватку детскую Я более чем уверен, что я здесь найду что-то очень подходящее Я ещё, получается, попал, да, сейчас? Сейчас в твоё желание семейное общее Уважаемые друзья, это программа «Шоппинг Патруль», меня зовут Михаил Цуркан Мы прибыли на то самое место, с которого мы и начнём нашу сегодняшнюю программу Гость программы – Серж Кузенков Встречайте, талантливый исполнитель, композитор, певец, весёлый человек, ведущий Без пяти минут народный артист Да, почти Мы идём в Креатормол, мы здесь уже, в принципе, были, но сегодня мы раскроем вам гораздо больше, чем обычно Серёжка, за мной Креатормол вообще – это удивительное место, благодаря, мне кажется, администрации и руководству Как раз здесь сконцентрировано, наверное, всё, всё абсолютно в одном месте Причём это касается выбора, как правило В семье же всегда есть проблема выбора, когда речь идёт о каких-то приобретениях или покупках Или, может быть, даже банальном ремонте, что ожидает многих наших жителей, особенно летом Здесь на любой кошелёк, как говорят, от мало до каких-нибудь вообще фантастических, чуть ли не менее ручных работ Здесь большое количество непосредственно самих дистрибьюторов и представителей, а также местного производителя То есть, что очень приятно, что наши местные производители могут предоставить сейчас покупателям, желающим, большое количество всевозможных моделей Опять же, что касается гостиных, кухонь, спален, детских кроваток, которые тебя интересуют И нас встречает всегда самая красивая, обаятельная Кристина в Креатормоле Боназива, здравствуйте Боназива Серж Кузенков, Кристина Так, скажите, мы уже поговорили, рассказал я с Серёжей про шикарную парковку Я уже сказал о том, что здесь сейчас нам предстоит пройти большое количество всевозможных мест, где представлены как раз модели И модельные ряды, как зарубежных, так и наших производителей Я думаю, что мы потом на обратной дороге, возможно, ещё покажем и детскую комнату Потому что, как правило, ты же тоже человек семейный уже и папа Я успел тоже увидеть Да, можно будет оставить в детской комнате Ими здесь занимаются, а сами родители могут пройти А так как все мы дети, давайте пойдём посмотрим, что там Ну давайте мы начнём Пока Заинтересовала всё-таки Сержа в начале детской комнаты Подкупает, подкупает не только вот парковка, да, я говорю, это не как водитель, да Но подкупает и отличный интерьер, и очень ухоженный, и всё вот так вот красиво, и интересно Вот, ты смотри, приводишь ребёнка И поспать здесь можно Ребёнку, я так думаю, невзрослому Да, то есть здесь идут мультики, можно просто посадить детей Они могут сесть сразу крашивать, они могут рисовать То есть это тоже находка, и это как бы совершенно бесплатно, понимаете? Серьёзно Мы вдвоём Да, вдвоём С Кристиной Так, ну что, Кристина, какие у нас планы? Я так понимаю, что на этот раз у нас очень много чего хочется показать и рассказать Да, я бы вам сказать, что мы знаем, что Креатур Молли Это самый большой магазин мобиль, который включает Subuna Копериш Чей-май-мар-продукаттор и коммерчант мобиль из Молдова Песте 20 брендов, по супрафацію дженероза, 15 мм2 А здесь вы можете procurar любое тип мобиль, финизажа дженероза, лустры, драпери, декорациѣи, аксессори, Ориче, материалы, мобиль, градины, риѣи и терасы Скопулу, де базу, де фапта, магазину, ест экспунера потенциалу идеѣи димобиля Пентру чеи, каре дуреск скумпере чева пентру каса Есте суфициант визитезе у сингуре десинація пентру фаачи аледжера коректа на матеріа дире мобилеѣи? Ну, вы знаете, я так думаю, что в отличие, наверное, от каких-то сезонных таких вот периодов, мне кажется, мебель, она нужна всегда Понятно, я думаю, что здесь есть и летние варианты мебели, но это мебели, скорее всего, это касается терас Вот у кого есть загородные участки, у кого есть дача, да-да-да и так далее Вот, ну, есть, конечно, мебель для дома, для семьи У кого их нету, есть мотив Да-да, и желание приехать и приобрести Ну, ведите нас, Кристина, тогда, мы с удовольствием пойдем и посмотрим, что же включает в себя эта большая площадь 15 тысяч квадратных метров Еще раз подчеркну, с удобной парковкой и с более чем 20 представителями всевозможных брендов Местному производителю, уважаемые друзья, это очень важно Я, между прочим, не знаю, Сережа, я очень часто сталкивался с мебелью от производителя и от бренда Комфорт То есть очень много, во многих квартирах есть вот эти удобные раскладывающиеся диванчики, есть кресла Вот, то есть у меня на памяти, я так думаю, что этот бренд с многолетней историей, да? Да, да, есть у бренд с историей мари, Сундфорс Демельки 5, есть у компанией Доктона, которая ареогамма вариатта для продукции, есть актуализация констант, что все тебе дают на карте очистки Ты посмотри, какие шедевральные, на самом деле, модели, то есть я смотрю, что здесь трудятся и днем, и ночью, мне кажется, что у производителя наших местных вообще нет выходных И вот мы находимся как раз в уголке, где, опять же, наш производитель, амбианса, готов удивить всех посетителей Вот, и, конечно же, те, кто желает приобрести себе мебель или изменить что-то в своей жизни, начиная, может быть, с кухни, спальни, гостиной, любого абсолютно уголка в вашей жилой площади Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в амбианса! Очень приятно, очень приятно Я так понимаю, что, конечно, вопросов можно задать очень много, но, наверное, лучше все это сделать концентрированно и точечно, чтобы наши телезрители программы «Шоппинг Патруль» для себя, наверное, выяснили самое главное Что, во-первых, здесь есть большой выбор, что все то, что здесь мы видим, это произведено у нас, правильно? Вот, модельный ряд, опять же, от, как я сказал, наверное, от кухни, от столовых, от гостиных до спальни, то есть абсолютно все есть Я не знаю, я что-то упустил еще или нет? Слоган нашей компании называется «Мебель до вашего дома» Он звучит так, поэтому наша цель в том, чтобы человек, заходя в магазин амбианса, мог бы мобилировать полностью свой дом Сережа, я, честно говоря, наверное, вот благодаря Кристине, благодаря вот этой большой, огромной территории, я для себя тоже открываю во время программы что-то новое Я вот думаешь, ну, мебель, да, ну, хорошо, ты знаешь, несколько видов мебели, но что еще могут производить? Почему действительно так много брендов? Потому что каждый бренд имеет, мне кажется, свою специфику Вот, какая-то стилистика в вашем доме, она соблюдается или нет? Ну, на самом-то деле, когда мы мебель ставили в свою квартиру, да, мы как-то не задумывались, потому что молодые еще были глупые, да? Ну, на самом деле, вот как ты говорил, что постоянно что-то открываешь новое для себя, и я сегодня, да, и не только сегодня, наверное, открываю, что есть какие-то, да, определенные тенденции, есть какие-то определенные идеи, которые можно использовать тогда, когда дело касается мебели, своей квартиры И, скорее всего, начиная с сегодняшнего дня, ну, завтрашнего, сильно задумаемся над тем, чтобы соблюсти какую-то идею Так вот, раз мы уже заговорили о каких-то вот таких вот творческих направлениях и о мебели, о том, что она может быть тоже разной и разнообразной, даже специализированной мебели Вот как раз Кристина нас сейчас и привела к такому На вал-то компании Аутоптона Да, еще одна наша вот местная компания, Панмобили, которая производит мебель, специализированная в основном для кафе и ресторанов, да? Экзакт Здравствуйте еще раз Так, ну что, для нас тоже открытие с нашим гостем Сержем Кузенковым, что есть отдельно наши же производители, которые производят мебель специализированно для кафе и ресторанов Но я бы, честно говоря, бы жил бы в таких кафе и ресторанах с такой мебелью Сколько лет уже на рынке и какие достижения? Да, мы уже 15 лет, мы уже продумываем мебель, мы производим мебель, мебель, кафе и ресторанте, и другие места, и отлично, мы видим там Майк, мне просто особо нравится тебе на передачу приходить, потому что ты постоянно будешь в людях. Буду. Будешь в людях. Буду. Самое хорошее, самое глубокое. А вы тоже, кстати, над этим задумайтесь. Мне кажется, что все, что касается творчества, это, наверное, как раз то самое детство, по которому мы скучаем все время. Вот согласись, это же в детстве у тебя беззаботные дни, ты можешь делать все, что хочешь, рисовать, прыгать, скакать, какие-то песни придумывать, петь сам, что-то стучать на кастрюлях, не знаю, все что угодно. Да, наверное, творческие люди, это люди, которые остались в этом. Остались, да. Мы на самом деле все большие дети, да, взрослые дети. Но творческие люди, это, наверное, люди, которым удалось в большей степени, чуть-чуть, чем остальных, построить в себе. О чем я и говорю? Не спешите взрослеть, уважаемые дети. И тогда вы станете творческими людьми. Вот, и постарайтесь, да, что-нибудь придумать. Может быть, даже нарисовать кресло своей мечты, понимаете? А потом придете сюда, и вам его сделают. Представляете, какая у вас будет удовлетворенность просто, вот когда, допустим, вот, не знаю, к примеру, ну, к примеру, я просто, кресло, знаете, в виде, допустим, там, пасти динозавра. И что вы думаете? Это невозможно сделать мастерами наших производителей. Все возможно. Вот здесь вот, мне кажется, все возможно. Сережа, кстати, собирается украсть подушку. Я никому об этом не скажу. Ага, польская мебель, но заметь, Сережа. Динлем натурал. Во-первых, из натурального дерева, а во-вторых, каждая кроватка имеет свое имя. Кроватка Дора, Ольга, Алла, Каспер, Клавдия, Надежда. Кстати, Надежда такая, что-то большая какая-то. Ну, в общем, большая надежда всегда должна быть у нас большой. Понимаете, у нас всегда должна быть большая надежда, вера в будущее. Сереж Кузенков, наш сегодняшний гость, он, конечно, заинтересован в приобретении детской кроватки. Я так понимаю, что мы как раз начали модельный ряд с детских кроваток, да? Да, если вы хотите повыше, можете двухъярусную. Можете и для себя, и для ребенка. То есть меня можно. То есть можете иногда. Ну, на перспективу дети растут же. Да. А такой вопрос, почему Сергея и Михаила нет у вас в кроватях? В смысле, не на кроватях, не в кроватях, а в таких кроватях. Ну, просто обычно девушки, они более востребованные, поэтому именно женские. Поэтому мы выбрали. А мужчина, не мужчина, может другого? Мне кажется, что когда мы дойдем до стульев, Сергей, вот там где стулья, там нужно поискать, да-да-да, вот стул Сергей, стул Валентин, стул Михаила. Так, Кристина, я понимаю, что ты меня привела в какой-то очень шикарный уголок, да? То есть если мы говорили сейчас... То есть то, что вот как раз ты и говорил, абсолютно на любой карман, на любой кошелек, да? То есть были какие-то более доступные варианты у нас и модели. Сейчас я не скажу, что это недоступные, кто-то себе может это позволить, но если кто-то действительно выбирает категорию люкс, категорию наивысшего качества, категорию производителей уже тоже с мировым именем из Румынии и Украины. Потому что диванчики здесь очень мягкие, я уже пока за кадром открою тайну, я тут немножко растаял, но это что? Вы спросите, а где же Серж Кузинков? Он же как бы гость нашей программы. А я вам скажу, а вот он где, представляете? Серж уже присмотрел себе модель дивана, кровати. А, я на самом деле уже зацелился. Да, буназио! Доразвите! М-ам пердут уже, потому что аici и у мультитудния модели extraordinари, очень, как говорили, не только комфортабель, но и очень, очень хорошо, очень, 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 очень. Что вы скажите? Пости, что компания наша, Вилана, это социей которая вас ajута с фиатрой, которые мы получаем националью, в том числе, мы выпадим больше моделей, как у нас происходит, марш-мобиль, классика, модерн, в мир, подождествующая, в странных домах, в различные типы от людей, как у нас есть например, в любом культуре, в тейле, в тейле, в тесте, и, в определение гамы, у нас высокуюся в океане, в кульвере, в любом виде, вы можете выбрать любое, любое национальное делесение, И вот, в этом случае мы будем заниматься. Мы занимаемся много в мобиле, да? Да, мобиле и мобиле, и мобиле, как это будет, как это будет, массив. Сергей, я так думаю, что, конечно, в принципе, ходить по Креатормуулу по этой площади в 15 тысяч квадратных метров, это, конечно, физически тяжело. Замечательно изматывает. Да, но ты заметил, что даже здесь, насколько романтические названия у всех моделей больших диванов или целых наборов вместе с креслами. Есть там Европа, есть Дублин, есть Рим, есть Будапешт. То есть здесь тоже, вот видишь, как бы творческие люди. Калифорния, пожалуйста. Можно даже географию изучать, не выходя из дома, не подключая ни гугл, ни интернет. Можно просто по-другому сделать. Чтобы не ехать, к примеру, в Калифорнию лететь и тратить сумасшедшие деньги, покупаешь себе Калифорнию. У тебя Калифорния дома в любой момент, с кухни выбежал в Калифорнию. Захотел из Калифорнии в Рим, упал в Рим, понимаешь, как бы, то есть взял, отлежался. Тебе звонит приятель. Отлежался, ты где? Я в Дублине, понимаешь, как бы, вот как раз когда ты открывал кровать, я в Дублине, выпусти меня, пожалуйста, знаешь, как бы, вот так. Ну, конечно, шутки шутками, и на самом деле здесь действительно очень здорово, и побывать и ощутить вот эту вот энергетику мебели класса люкс стоит каждому, потому что она действительно, она очень притягивает. Потому что человек к хорошему быстро привыкает, и мы уже тоже начинаем привыкать. Ладно, отдых, отдых. А, ладно, Серж, остается, а Кристина проведет меня в кафе. Серж, кстати, ты пропускаешь, очень интересно участвовать в нашей программе. Ладно, пойдем, мы вернемся. Пойдем, мы остаемся. И что, как небодрящий кофе, может немножко освежить наши с тобой впечатления, Серж? Если ты думаешь, что я вот ведущий программы, спасибо вам большое, Шоппинг Патруль, вот уже все, типа, увидел, и я здесь хожу как главный. Нет, ты знаешь, сейчас Кристина, на самом деле, она главная, она тут все знает. А я под таким же впечатлением, как и ты, потому что у нас были съемки, но мы прошлись, может быть, с совершенно другим уголком. С второй раз получается, да? Да, и я до сих пор понимаю, что я еще только начал смотреть. Я более чем уверен, что ты ждешь, не дойдешься третьего раза. Я жду, не дождусь третьего раза. Увидеть новые для себя модели. Я очень хочу посмотреть еще, потому что я понимаю, что время съемочное, которое нам выделено, его сейчас просто не хватит для того, чтобы вам все это показать, да и нам самим посмотреть. Или наоборот, нам самим посмотреть, а вам потом все это показать. Ну, в общем, вы уже догадывались. А кровати классные. Да, детские, причем ты видел, есть еще и... Да и детские тоже ничего так. В конце концов, Creator Mall, а ремиссио для вас, чтобы комплектировать дом, с того, что есть необходимо, и для вас, чтобы создать интерьер, что inspirать армонию. О, как красиво. И мы получаем еще что-то для вас. Да ладно, для нас, то есть не мы к вам, не мы к себе с подарками, представляешь? Давай, мы не будем. Да, мы не будем. Мы рамынем шансы. Умик кадов. Ничего себе. Усумим, молд. Спасибо большое. Молд, сучас. Маленький диванчик. Спасибо большое. Да, Сергей, его надо вырастить. Он складывается и увеличивается. Ты его сажаешь, и он растет большой-большой такой. Поливаешь жидкой. Да, спасибо огромное. Нет, на самом деле, я догадываюсь, скорее всего, что это. А если это то, да. Да, уважаемые друзья, это настоящий натуральный мед. А для чего, Сергей? Для того, чтобы мы, благодаря этому меду, который собирали трудолюбивые пчелки, местные пчелки, а мед местного производства, я имею в виду, здесь же пчелки трудятся, понимаешь, как и в Кириатурмоле тоже. Вот, чтобы этот мед придавал нам силы, а мы с Сержем, наверное, как и со всеми мужчинами нашей страны, могли работать и позволить себе заработать на большое количество всевозможной разнообразной мебели, как для деток, как для спальни, так и для кухни, может быть, для каких-нибудь красивых уголков дачных. И даже на то, когда мы себе рестораны будем открывать, мы проходили, да. А еще даже тоже мебель, тоже. Да, тоже мебель нужна. Поэтому все, как говорится, у нас здесь натурально. У нас натуральные эмоции, у нас натуральный кофе, у нас все по-настоящему. Это Шоппинг Патруль, мы говорим всем спасибо, оставайтесь с нами, вот, потому что мы едем дальше, у нас еще путешествие впереди, а мед как раз в тему. Спасибо. Я понимаю, Сережа, что пока у тебя автомобиля нет, но для всех автолюбителей нашей страны, тем более тех, кто еще смотрит программу Шоппинг Патруль, конечно, слово «автомойка» – это, наверное, как ежедневный процесс чистки зубов или просто соблюдение гигиены, потому что машина тоже должна быть в порядке. Я дико извиняюсь перед тобой, Сережа, но моя машина сейчас не в идеальном состоянии. Я знал, что ты будешь гостем нашей программы, и я знал, что мы с тобой приедем в одну из самых, я еще раз подчеркиваю, самых лучших автомоек нашей столицы, которые находятся по адресу Валя Кручей, 11. Почему? Мы сейчас об этом все вам подробно расскажем. Сережа… Вот ради всего этого и стоит ездить грязно. Да, и вообще стоит приобрести машину. Так что на выход, на выход, на выход, на выход. Какие же все-таки опции, какие приятные есть моменты в автомойке, тебе, как не автолюбителю, я сегодня расскажу вам, как автолюбителям, уважаемые друзья, мы еще это и покажем, потому что именно здесь, на Валя Кручей, 11, вашу машину вы можете привезти в любом состоянии, но выйдет она как будто с завода. Новенькая, идеально чистая, начиная от двигателя, заканчивая даже восстановлением ваших кожаных сидений. Представляешь, здесь полный сервис. Я жду, не дождусь. Да, но заодно, может быть, ты созрешься, созрешься и, может быть, тоже приобретешь себе автомобиль. Вот. Что касается сервиса обслуживания, все на высшем уровне. Честное слово, сейчас мы передадим эту машину в руки человека, который с полной ответственностью сядет сейчас за руль. Вот, это Евгений, пожалуйста, проходите. Дальше Евгений везет ее уже непосредственно сам процесс. Почему я говорю об уникальности этой автомойки? Потому что многие, конечно, открывая подобные места для чистки автомобилей, конечно же, самой главной целью ставят коммерческую основу, то есть заработать. Понятно, здесь тоже зарабатывают, но здесь столько приятных бонусов, здесь столько приятных подарков, я бы сказал, как для автолюбителя, так и просто для обывателя, что, наверное, сейчас заинтересуются все, кто смотрит нашу программу «Шоппинг патруль». А ты заодно видишь, как моются машины. Мать, мне кажется, тебе машину угнали. Ненадолго, и я уверен, что ее вернут совершенно... А вот и работник мойки, он подошел к вашему машину. Поверь, вернут ее в совершенно другом, я бы сказал, даже идеальном состоянии. Продолжение следует... Это «Шоппинг патруль». Мы находимся сейчас на Вале Кручи 11, где, между прочим, ваш автомобиль, если он у вас есть, если нет, то приезжайте с тем, кого он есть. Да, действительно. Вы приобретаете и приезжаете сюда. Неважно, в каком состоянии вы приедете, я имею в виду в плане загрязнения, выйдете вы на нем отсюда, как на новом именно вот такую гарантию качества нам гарантирует непосредственно само руководство и ребята, которые здесь работают. Сеш, я понимаю, что у тебя нет автомобиля, но если ты думаешь, что я обо всем знаю, поверь мне, что я тоже мало чего знаю пока и понимаю именно в этих хитростях и особенностях автомойки. Поэтому есть Михаил, непосредственно, с которым я хочу тебя познакомить. Сеш Кузенков, талантливый исполнитель. Очень приятно. За его плечами множество концертов и выступлений. Вот, это Михаил. Михаил, значит, во-первых, давайте сразу нашим телезрителям донесем самую главную мысль. Какие опции включает в себя автомойка? Что вы мойте? От чего до чего? Я так понимаю, что здесь полностью комплексная вообще мойка, да? Для начала мы обрабатываем химией, машину, да? Во-вторых, обрабатываем диски дополнительных химий. Налет снимаем от колодок, налет. Обрабатываем после мойки дополнительно воском, нано-воском, получается, защитный идет, получается. То есть пыль меньше садится, меньше даже грязи в наше время. Потом мы обрабатываем антидождь, получается, на стекла, чтобы меньше вода, ну, скатывалась вода, то есть меньше задерживается вода на стеклах. После этого обычный воск идет, как обычно, но с запахом просто череп, запах был в слоне тоже. Приятный. Да, приятный запах. Кожу обрабатываем хорошими средствами, то есть... Кстати, по поводу кожи, я насколько знаю, есть не только обрабатывающие средства, но есть и восстанавливающие. Восстанавливающиеся, да. Есть определенные, то есть, вот, три вида, то есть каждый процесс идет по-своему. После этого, то есть, делаем обработку кожи. Накрываем лак, восстанавливающие свойства тоже делаем. После этого обрабатываем коврики торнадо, то есть, химчистку влажную делаем, это тоже входит в комплекс в автомойке. Что у нас еще входит? Коврики, освежитель идет бесплатно, то есть, каждому клиенту это идет. Вы знаете, наша программа просто как раз, она очень любит слово бесплатное, да. Ну как, бесплатные или скидки, наши телезрители программы «Шубик Патруль» уже к этому достаточно привыкли. Я так понимаю, что, наверное, это отличительная особенность, что какие-то вот отдельные опции, такие как освежители, такие как наношампунь, да. Что еще? Вы делаете это совершенно бесплатно, то есть, это входит просто в стандартную струйму? В стандартную струйму, да, совершенно правильно. Хорошо, какие еще опции мойки? То есть, я заехал на автомобиль, я могу, значит, наружка, салон, да, как это принято в народе. Есть загрязнения, сильные сидения, допустим, как бы, ну, дети, случайно разлил кофе. То есть, обрабатываем сидения полностью, делаем химчистку салона полноценную. Да, да. Я так понимаю, фары? Фары полируем, накрываем, делаем, убираем микротрещины, какие-то есть, царапины. Это тоже мы делаем, полировки. Двигатель? Двигатель, мойка двигателя, да, совершенно правильно. Хорошо, и я, насколько понимаю, что именно что касается химии, потому что многие автолюбители наверняка задают вопрос, как бы химия, химия, она бывает абсолютно разная. Здесь можно гарантировать качество, потому что это Германия, да? Нет, некоторая линейка американская, некоторая российская есть. Тут их несколько видов. А, да? То есть, да. То есть, Штаты, это Германия, это Россия. То есть, определенно это... Сказать сразу, что как бы обобщить невозможно. Кстати, по поводу кофе, здесь тоже есть дополнительные овцы. Я вот не скрою тот факт, что я вот недавно увидел, что у вас есть такая красивая терраска. Да. Это все тоже своими руками, все самое. Да, и можно провести время, опять же, выпивая чашечку кофе, либо на свежем воздухе, либо посмотрев даже телевизор. Да. Сколько времени занимает, как правило, вот, скажем так, фул-фул-фул пакет вот мойки? До часа. То есть, чтобы до часа. Час, час, десять. Ну что, тогда мы резюмируем, уважаемые друзья, непосредственно этот разговор. Серж, я тогда подвожу итоги. Каждый день ребят работают с восьми... До девяти. С восьми до девяти вечера, не покладая рук. Иногда, я так понимаю, что даже позже девяти бывает, да? Ну, в зависимости от ситуации. От ситуации, да. Вот. И что касается именно набора чистящих средств, они все входят в стоимость, и это очень приятно, потому что если... А мы с тобой люди семейные, все-таки бюджет надо экономить. Не забываем о пахучках. Приятно. Очень приятно. Да, аромат действительно прекрасный. Вот, кстати, что-что, но я бы назвал таким-то даже фирменным ароматом. Вот, автомойки на Валикруча-11, то есть стоит приехать, и потом вам просто захочется каждый раз этот аромат обновлять, чтобы у вас появлялись новые пахучки, которые тоже входят, опять же, сюда же бесплатно. Так что, друзья-автолюбители, у кого маленькие машины, большие машины, семейные, да, кроме фур, да, пожалуйста, приезжайте, если вдруг здесь будет очередь, а здесь всегда практически очередь, потому что мойка уже давным-давно является популярной. Сколько вы уже работаете? Ну, третий год. Третий год. Вот, неважно, зима, осень, весна, лето, вот, приезжайте, я думаю, что, познакомившись с Михаилом, вы просто сможете меняться телефоном, иногда просто узнавать ситуацию, что происходит, когда можно подъехать. Михаил сразу же с удовольствием ответит, скажем, приезжай через полтора-два часа, вот, но только не опаздывай, потому что иначе собьется, опять же, весь график. Вот, что, я благодарю вас, Михаил, я так смотрю, что и ребятки очень хорошо и качественно работают, я думаю, что команда тоже очень хорошая у вас. Да, ребята давно работают, поэтому ценят работу, но я и ценю. Вот, ну, вот видите, как все здорово. Все сошлось на большом знаке плюс. Так что, если вы хотите получить не только удовольствие от автомойки, если вы хотите получить не только новый автомобиль после автомойки, он практически таким и выезжает отсюда, из этих ворот, если вы хотите еще получить большое количество бесплатных бонусов, тогда запомните адрес Валя Кручей 11. Это бывшая зоологическая, высшая зоопарка, в общем, я думаю, вы сориентируетесь и легко найдете это место. А вам мы желаем только удачи и успеха, и я благодарю за эту качественную работу, в которой я никогда, между прочим, не сомневался. Только для себя в этот раз я открыл новшества, которые у вас появились. Все есть, абсолютно. Давайте еще раз перечислим, то есть стекла моем, полируем, наношампунь, антимоскитные чистящие средства, обработки дисков, кожа, очистка и восстановление, антидождь, специальные опрыскиватели, которые позволяют каплям не задерживаться, они сразу автоматически скатываются, и вам не надо часто пользоваться дворниками. Вот, восстановление даже каких-то вот маленьких потертостей, шероховатостей, очернение шин, восстановление настоящего, своего исконного вида дисков автомобильных. Вот, но если даже в салоне, не дай бог, там что-то произошло, потому что маленькие дети разлили кофе, чай, неважно что, полностью комплексная химчистка, полировка фар, мойка двигателя, и это я еще так перечислил, понимаю, еще что-то... А, чай, кофе, пожалуйста, по вашему желанию. Вот, ну, и пахучки, бесплатно. Вот, все, вроде да? Да, да, удачи, успеха, ждем наичистейшую машину с чистой душой и чистым сердцем, говорим спасибо ребятам, которые это сделали. Спасибо. Вот, уважаемые друзья, чудеса техники 21 века, и, конечно же, этой уникальной автомойки на Валя Кручча 11. У меня здесь была царапина, когда я ее получил, я не знаю, но то, что сейчас она каким-то волшебным образом исчезла всего лишь за 2 минуты, в это верится с трудом, но я вижу реально наглядный результат. Это просто чудо, и это сделают именно здесь, именно вашему автомобилю. А я уверен, что и на ваших бортах есть легкие царапины. Волшебство, да и только. Ну что, Сергей, наверное, самая приятная часть нашей программы, это, конечно же, заключительная, ты просто еще не был гостем программы «Шопинг Патруль». Вот, мы всегда балуем наших гостей, потому что все вот эти вот мучительные, с одной стороны, походы по всевозможным нашим местам баллокаций, да, и полезные, да, то есть познавательные, потому что, живя опять же в нашей столице, занимаясь каждым своим делом, ты творчеством, музыкой, песнями, вот, проведением мероприятий, в том числе еще как бы и семьей, конечно, ты не везде бываешь, равно как и я. Но вот благодаря как раз по этой программе я вместе со своими же гостями много чего узнаю. Так вот, самая вкусная часть программы, это уже финальная, заключительная, когда мы, как правило, попадаем в одно из развлекательных заведений, вот, кафешки обычно, да, там, ресторанчики. Вот, сейчас мы находимся, наверное, в одном из самых популярных мест, которое известно каждому кишиневцу и гостям столицы. Это торговый центр «Шопинг Молдова». Вот, шопинг-центр. И что самое интересное, здесь, ну, практически у самого центрального входа открылась кафешка под названием «Стейшн». То есть это некая, мне кажется, даже такая вот задумка тех, кто открыл ее. То есть сделать себе маленькую остановочку после шопинга или до шопинга, чтобы можно было и расслабиться, и в то же время отдохнуть. Причем самое интересное, что политика этого заведения не только буквально легкий перекус или там чай-кофе, здесь можно провести сумасшедшие веселые уикенды, да, вместе с диджеем. Не знаю, что касается исполнителей певцов, это надо уточнить, может быть, можно будет здесь устраивать и лайф вечера. И что самое интересное, в зависимости, независимости, вообще независимо, вот, подобрал это слово, независимо от часов работы самого шопинг-центра «Молдова», кафе живет как бы отдельной жизнью. То есть являясь и частью, и в то же время отдельно, начиная свою работу с 9 утра, они готовы работать хоть до упора, до следующего рассвета. Потому что здесь у них нет никаких ограничений, никаких лимитов, и если вам здесь будет отдыхаться с друзьями, с компанией, с семьей хорошо, или работаться, да, отдыхаться и отдыхаться хорошо, то здесь можно как бы это удовольствие продлить. Вот, что касается кухни, опять же, мне приятно удивили, что вначале они, конечно, сделали акцент на напитках и на коктейльной карте, которая является уникальной пока для нашего города, и готовят изысканный коктейль. И вот у них появилось меню с безумно вкусной едой, и вот нам сегодня готовы будут даже ее подать. Я сам пока не знаю, я в предвкушении. В общем, это что касается именно кафе-стейшн, который находится у самого центрального входа, с левой стороны шопинг-центра «Молдова». Так что пропустить его и пройти мимо невозможно. Плюс, конечно же, надо учитывать, что это лето, летний сезон, поэтому у них есть уникальная возможность для оценителей свежего воздуха или, может быть, открытых пространств, вот, выйти на терраску. Терраска также здорово принимает гостей. И я вам скажу, что, несмотря на то, что сегодня будний день, да, у нас для наших съемок, все очень даже плотненько забито, то есть буквально вот парочка свободных мест. И то, я думаю, многие, может быть, даже стесняются немножко нашей камеры, но это не проблема. Это что касается кафе-стейшн. Мне все-таки, наконец-таки, мы можем нормально поговорить о тебе, о нашем госте нашей программы «Шеверный патруль», о Серже Кузинкове. Что у тебя сейчас? Нет, мне о себе не интересно. Я о себе все знаю. Мне было гораздо интереснее посмотреть злачные места, по которым мы прошлись. Да, но все-таки телезрителям тоже интересно узнать, чем же живут наши артисты, потому что ты, мне кажется, относишься к какой-то чуточку особенной категории. Я сейчас объясню. Ты один из талантливых артистов нашей страны, который обладает еще и внутренним, богатым и очень красивым миром. То есть ты такой, ты душевный, ты романтик, ты добрый. То есть я не представляю... Прямо приняешь мне краску мою. Да, наверное, исполнитель поет то, что у бог в душе. Нельзя не быть искренним и нельзя петь то или о том, что ты не переживаешь в себе. И не понимаешь, да? Да. И так как мне нравится, чтобы все было спокойно, гладко, романтично, почему бы и нет, а вот может быть поэтому в основном имиджи, репертуар отражает какой-то внутренний... Ну, ты внутри, ты перфекционист или нет? Вот ты стремишься к идеалам? По большому счету, да. Да? Да, потому что я редко когда иду на какие-то компромиссы, если это касается меня, да, потому что если это касается других, то я всегда открыт к компромиссам, к серому. Может быть даже не белой, не черной, да, пусть и... Золотая середина, да, такая? А что касается себя, то я всегда был очень самокритичным, профессионистом и всегда хотел, потому что просто всегда можно сделать лучше и если это возможно, то почему бы не сделать так? Ну вот вдохновение, оно еще появляется, то есть многие говорят, что может быть там с возрастом, с каждым годом, то есть творческим людям где-то вот тяжело уже, все тяжелее и тяжелее найти то самое вдохновение. То есть оно еще рождается, вот есть желание написать там новую песню или потом уже приходит более взрослое осознание того, что, ну, наверное, сейчас этим не стоит заниматься, лучше отложу на попозже, потому что сейчас, допустим, не знаю, ну, грубо говоря, надо приобрести детскую кроватку и это на первом месте. То есть вот в этом плане вдохновение еще появляется, еще рождается, это не откладывается? Оно рождается, оно не откладывается, но просто единственное что, вдохновение, которое, или темы, которые вдохновляют человека, они тоже, наверное, меняются. Потому что пять лет тому назад тебя вдохновляло что-то, или у тебя появлялись идеи насчет чего-то, а спустя некоторое время они у тебя меняются, потому что человек взрослеет, человек развивается, ну, в данном случае артист. Может быть, мои темы, к которым я обращаюсь в свою творчество, тоже видоизменяются, да, по прошествии времени, но никак не исчезают. То есть оно просто метаморфозируется. Кардинально Серж Кузенков меняться не будет, да? То есть не будет такого, что вдруг неожиданно Серж выйдет в кожаных штанах и начнет петь рок, размахивая длинными волосами. Тяжелый такой. Ну, я, конечно же, не исключаю мысль того, что спустя некоторое время предпочтения могут меняться, да, потому что то, что нас окружает, у нас влияет, мы это впитываем. Но я не думаю, что у нас прямо настолько кардинально все произойдет, потому что, в принципе, для того, чтобы он был хорошим, артист должен быть искренним, как я уже говорил в начале нашей беседы. Нашей беседы, да. И не думаю, что возможно прямо настолько выменяться. Просто вот такой вот вопрос сразу же сходу. Человеческий такой, даже слегка может быть меркантильный. То есть если бы меня спросили, я, конечно, вы тоже первым, что ответил, я бы сказал, что я желаю, чтобы все в мире были здоровы, чтобы не было войн и так далее. А я вот немножко по-другому перефразирую. Вот сейчас, чего бы тебе хотелось привнести в жизнь? Вот три предмета. Это не духовно, это материально. Вот три предмета. Вот что бы ты, если бы тебе сказали, вот, Серж, вот все, что есть на планете материально, я не знаю, там, стол, стул, машина, квартира, она тоже материальная, да? Вот что бы ты хотел взять? Ты можешь взять три предмета, независимо от размеров, масштабов и так далее. Что бы ты хотел взять? Мы при этом уезжаем когда-то на отпуск? Нет, нет, просто вот для тебя, для жизни. Вот тебе, допустим, сейчас, не знаю, не хватает белого рояля, коньков и, не знаю, еще что-нибудь. Вот что? Ну, если честно, мне сейчас не хватает студии. Да? Своим, да? Которые можно было бы постоянно экспериментировать, да? Потому что, когда дело касается какой-то записи, естественно, ты идешь в студию, обращаешься, но, может быть, оно не всегда получается, опять же, выращаешься к рефлексионизму. Потому что, чем больше экспериментов, тем лучше может получиться, для того, чтобы было поле для этого эксперимента. Естественно, была бы студия своя, было бы хорошо. Ну, раз мы уже заговорили о меркантильности, да, то я бы, конечно, предпочел бы квартиру побольше, извините. Нет, это нормальная вещь, это говорится, потому что у нас семья. У нас уже семья из пяти членов, да, и нам нужна очень большая квартира, ну, это я, супруга, дочь и два попугая у нас живут. То есть нам всем нужно отдельно свое пространство, да. А, ну, я уже все же представил, кто живет и все же позиционировал. Вот. И еще я не знаю, насколько это меркантильно, наверное, может быть глупо, но всегда мне хотелось, вот, чтобы такое произошло. Это то, когда люди с чуть большим пониманием относятся друг к другу. Потому что, да, у всех у нас свои интересы, у всех у нас свои желания, но если бы мы чаще старались бы поставить себя на место другого человека, мы бы, наверное, лучше понимали друг друга и меньше бы ссор и недоразумений было бы. Да, извините, я не хочу, чтобы это произошло банально, но да, это вот мое третье желание, но не предмет. Ну, это третье желание, на самом деле, оно вот это уже как бы глобальное желание. Угощайся полезной напиткой. Спасибо большое. Так мы и говорили, действительно, здесь кафе-стейшн очень богатая коктейльная карта. Решили утолить жажду вот жарким таким деньком, потому что мы поймали все-таки жаркий день. И лимон, который, кстати, влияет очень хорошо на иммунитет, да. А вот, да, в семье есть у вас такое, да, вы следите за вот такими вот нюансиками, как лимон, там, правильное питание, еще что-нибудь, да? Да, мы стараемся за этим следить, потому что не секрет то, что то, что ты внесешь в организм, то так ты себя будешь чувствовать, да. Если ты хочешь, чтобы здание, квартира, дом хорошо стоял, то ты должен использовать хороший стройматериал. А еда, то, что ты в себя вводишь, это, конечно же, стройматериалы, они должны быть качественными, хорошими. Вот, кстати, один из принципов. Хорошая, хорошая мотивация сейчас для многих наших жителей, для меня в том числе. То есть, действительно, если сравнивать это с домом, вы же не будете дом там собирать из чего-то, что попало под руку. Лучше строить его действительно из качественных материалов. Ты строгий муж и папа или нет? Или папа ты самый добрый для своей дочки? Не могу себя назвать ни добрым, ни строгим, но, верно, в меру добрым, в меру строгим. Но этого никто не видит просто, да? Я еще раз говорю, я не могу тебе представить. Кроме моей семьи, конечно же, это никто не видит. А они сейчас не придут, не скажут, так что да, я добрый, хороший. Ну что, поскольку в нашей программе все-таки Кеш Кузенков, мы не можем сейчас не использовать этот момент, уникальный момент в нашей программе «Шопинг Патруль» на 21 канале, а именно премьеру, хотя бы пару строчек песни, которые буквально совсем скоро Серж Кузенков произойдет, я думаю, и всей широкой аудитории. Серж, ну не стесняйся. Ну да, буквально вот аккомпанемент, начало прозвучало. Да, 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 да. В тональности. Да. Ну что ж, какой там ритм еще? Я слова пытаюсь вспомнить. А я просто не знаю там по ритму, а поэтому... Серж, ну не знаю там по ритму, а затем по ритму, а затем по ритму, а затем по ритму. Ну что, как я и говорил, на самом деле, Сереж, что именно здесь, в кафе-стейшн, готовы не только радовать музыкой по уикендам, не только, да, изысканными блюдами, как ты видишь, вот, и настроением террасой. В общем, на все возраста, спасибо вам большое. Вот такие вот шикарные блюда здесь готовят. Золотыми руками шеф-поваров, ты представляешь? Выглядит просто замечательно. Я уверен, что вкус такой же замечательный. Не знаю почему, я даже забыл немножко слюну. Я надеюсь, что наши телезрители тоже сейчас сделали это. Найти очень просто, вы знаете, где шопинг Молдова, дорогие друзья, сразу же с левой стороны и терраса, и, конечно же, помещение, которое внутри, кафе-стейшн. Мы, Сергей, я все-таки предлагаю, как бы, приступить к трапезе вечерней, это долгожданный момент. Я ничего против не имею. Вот, как видите, шикарно приготовленное блюдо у Сережи с морепродуктами. Вот, у меня, скорее всего, без морепродуктов, но тоже вкусное мясо. С сухими продукты. Нет, нет, с суши продукты. Вкусное, вкусное, очень выглядит шикарно. Уж простите, но на этой нотке программа «Шопинг Патруль» говорит вам до встречи. Я благодарю Сержа Кузенкова за сегодняшнюю программу, за то, что он раскрыл и себя, и попутешествовал с нами по всем нашим точкам, злачным местам, где мы узнали очень много интересного, где нас ожидают скидки, спецпредложения, и где можно просто приятно провести утро, день, вечер и даже ночь. Вот. Ну что, бон аппетит, май френд. Бон аппетит. Мамим. Вам пока-пока. Серж Кузенков, Михаил Цуркан. Говорят вам, будьте здоровы и живите счастливо. Серж Кузенков, Михаил Цуркан. Серж Кузенков, Михаил Цуркан.